МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Раз, два, три, четыре, а всего 170 ступеней. Почему жители поселка Восточного уже много месяцев ходят пешком? Разбирался дежурно по городу. Чемпионы мира на льду Улан-Удэ на открытии катка известной косметической фирмы побывал Алексей Куровов. Ну а сейчас обо всем более подробно. И начнем с того, что нажать на кнопку не получится. Сегодня стало известно, как новый владелец Байкалфарма распорядится приобретенным имуществом. Выяснилось, производство алкогольной продукции в планы Индиры Шагдаровой не входит. Заработает Байкалфарм или нет? Этот вопрос висел в воздухе с 9 ноября. Дня, когда бывший водочный гигант стал собственностью самой известной в Бурятии бизнес-вумен. Многие, в том числе в правительстве и народном хурале, выразили надежду на то, что эта сделка знаменует возрождение производства алкогольной продукции в Бурятии. Даже глава подчеркнул, чтобы запустить процесс, много времени не потребуется. Ведь для этого все уже готово, и нужно только нажать на кнопку. Но, увы, вот официальный ответ от пресс-службы торговой группы «Абсолют». Цитата. Купленное имущество бывшего завода Байкалфарм использоваться для производства алкогольной продукции не будет. Конец цитаты. Ясно, купленные помещения будут использоваться для нужд торговой сети «Абсолют». Скорее всего, как склады и как собственная производственная база. К другим темам. Со дна озера Байкал подняли тело рыбака. Он ушел под воду вместе со своим автомобилем. Трагедия произошла сутки назад в Севербайкальском районе. Двое жителей поселка Нижний Ангарск отправились на рыбалку в Верхний Ангарский залив. На своих автомобилях они отъехали от берега на 3 километра. Лед не выдержал веса машин и надломился. Один рыбак спасся, второй, к сожалению, нет. Сегодня в 11.15 данного рыбака уже подняли с автомобиля. ОАС рыбака ушел на трехметровую глубину. Как отмечают спасатели, вдоль места, где произошла трагедия, выставлены знаки, запрещающие въезд на лед. Но пострадавшие их проигнорировали. Напомним, это уже второй случай провала под лед с начала месяца. Предыдущий произошел на озере Катакель. Водитель внедорожника также поднится дна мертвым. Когда осматривали лед, увидели под ледом тело мужчины. И он, он там проталенный, где есть, вот так мы ее нашли. Далее. Дорожная мода или грубые нарушения. Теперь и на республиканских трассах асфальт укладывают и в снег, и в минус. Какие участки попали в черный список водителей, узнала саржанна Мордегеева. Кабанский район автодорога Шергена-Оймурзаречья. Новое покрытие здесь начали укладывать год назад. Проект оценили почти в полмиллиарда рублей. И, очевидно, подрядчик торопится их освоить. В выходные ездил на Байкал. Увидел, как укладывают асфальт прямо на снег. Снежный метод укладки использует транспортная строительная компания. И, как выяснилось, безвозмездно. Более того, наперекор заказчику. Работу мы 17 октября приостановили, так как уже температурный режим не позволял качественно производить укладку смеси. Подрядчик, смотря на что, на свой страх и риск, видимо, продолжали укладку. Каким образом мы ее приобретаем? Мы просто не оплачиваем, работаем мы еще. Оценку на качество такого покрытия обещали провести весной. Надеемся, после того, как снег растает. Возможно, тогда же проверят и другого дорожного экспериментатора. Пока же подрядчик с целым арсеналом техники остался анонимным. Это видео нам также прислали неравнодушные водители. Ну, а мы передали его в органы дорожного хозяйства, где нам подтвердили, что по данному факту будет проведена проверка. Но тем временем в Улан-Удэ началась проверка качества свежеуложенного асфальта. Это делают с помощью новых технологий, а конкретно с помощью георадара. В этом году им обследовали не только дороги города, но и отремонтированные придомовые территории. Давайте узнаем, каким выводом пришли специалисты. В Улан-Удэ в этом году ремонтная кампания ударила по бездорожью во дворах. Такое поручение глава Бурятии дал еще загодя. Практически все средства для города выделил республиканский бюджет. Общая сумма из республиканского бюджета в 2016 году на дорожную деятельность составила порядка 370 миллионов рублей. Это 90% от тех инвестиций, которые направляются на дорожную отрасль в городе Улан-Удэ. И мы по итогам 2016 года в итоге отремонтировали 45 проездов к дворовым территориям и 29 дворовых территорий. Ремонтировали дороги не только на землях муниципалитетом, но и те участки, что находятся в общедалевой собственности горожан. Самостоятельный ремонт жителям также оплатят. Сейчас вот эти все работы приняты. Ведется чисто документальное оформление документов. После этого все средства республиканского бюджета будут переданы тем собственникам ТСЖ или управляющим, которые затратили свои средства на это. Гарантии на новой дороге 5 лет. Образцы покрытия уже проверили в лабораториях и не только. Мы запустили машину и обследовали городские дороги с помощью георадара. То есть это сканирование верхнего слоя покрытия и определение толщины именно на всей площади. Что вырубки на каждой не возьмешь. На всей площади укладываем асфальтобетонное покрытие. Результаты есть. Серьезных нарушений нет. И тем не менее в городе еще работают приемочные комиссии. Они должны проверить документы и выявить недостатки. Если у жителей есть претензии к дорожникам, они все еще могут направить их в соответствующие инстанции. Жалобы обязаны принять в отделах жилищно-коммунального и дорожного хозяйства города. В следующем году на ремонт дорог и придомовых территорий из республиканского бюджета будет выделено более 240 миллионов рублей. Восточный экспресс только набирает обороты. Смотрите во второй части выпуска. Потекут ли в Бурятии молочные реки на примере Ивалдинского района выяснял Сергей Соголов. Кушать подано. Какие обеды покупают школьникам городские власти разбиралась Евгения Герамина. Четыре пожара произошло в Улан-Удэ в минувшие сутки. Почти все в частном секторе и без пострадавших, к сожалению, не обошлось. Подробнее о происшествиях расскажет Артемий Ушаков. Сегодня он подготовил рубрику ЧП. Артем, здравствуй. Что же стало причиной пожара? Почти во всех случаях это неосторожность при розжиге печей. Но не обошлось и без криминала. В советском районе, к примеру, подожгли коттедж вместе с пьяным хозяином. Мужчина пострадал? У него ожоги лица и рук, но от госпитализации он предпочел отказаться. По-видимому, решил помочь в поиске поджигателей. По-моему, напрасно. Судя по отзывам прокуратуры, у нас и полиция хорошо с обязанностями справляется. К примеру, несколько краж раскрыли буквально по горячим следам. Конечно, не без помощи видеокамер, но факт остается фактом. Цыганку из Приморья задержали через несколько минут после кражи. На базе Буркопсоюза она заметила женщину с крупной суммой денег. И через несколько минут 40 тысяч рублей перекочевали из сумочки потерпевшей в доход Приморского табора. Купить коня находчивая особо не успела, домой пошла пешком и с условной судимостью. Условным сроком за кражу отделался и жители Волгинского района. На коня он, конечно, замахиваться не стал, а вот барана. Но главное, как он к делу подошел. Даже про маскировку не забыл. Злоумышленник подрабатывал на центральном рынке. Пришел на работу и случайно заметил в мясной лавке тушу барана. Дабы не привлекать к себе внимания, он взял фартук одного из рабочих, надел его и, взвалив тушу на плечи, вынес к центральному входу, где продал неустановленному лицу за 5250 рублей. Далеко убегать похититель не стал. Полиции не сопротивлялся. Деньги вернул добровольно. И правильно, такая добыча еще никому славы не сделала. Хотя есть у нас одна звезда. Как зовут, сами не знаем, но из банка без шуму и пыли 10 тысяч долларов вынес. У Лана Деннис забыл конверт с валютой на столе в банке. А через несколько минут их прибрал к рукам другой посетитель. На вид ему 30-35 лет, азиат. Носит очки, синюю куртку и темные ботинки. Хотя с такими деньгами вполне может купить себе что-нибудь поприличнее. Если жене не забыл рассказать. А то ведь не все у нас с женами откровенные. В Мухаршибирском районе, например, молодой человек захаживал в гости к одессильчанке с двумя детьми. А когда она забеременела третьим, вовсе к ней переехал. В назначенный срок она родила дочь. Но семейная идиллия продолжалась недолго. Подросток, чтобы прокормить сорительницу и трех детей, начал подрабатывать на делянах в лесу. А позже пристрастился к спиртному и начал устраивать дома скандалы и драки. После очередной ссоры и побоев женщина обратилась в полицию. Сотрудники при опросе пары выяснили, что подростку на момент зачатия ребенка было лишь 15 лет. В итоге потерпевшая многодетная мать стала подозреваемой. Вроде как педофилия. А с отца теперь и взять нечего. Что ж, спасибо Артемий. А мы двигаемся дальше. Пуститься с небес на землю комфортно и в считанные секунды об этом мечтают жители одной городской девятиэтажки. Что мешает им это делать, расскажет Енина Немаева. На этой неделе она, ваш дежурный по городу. Своё недельное дежурство мы начинаем с посёлка Восточного. И здесь на улице Яковлева мы уже второй раз. Не жалуются здесь, пожалуй, только жители первого этажа. Им лифт в принципе не нужен. А вот тем, что повыше, не везёт уже 8 месяцев. К примеру, жильцам с девятого этажа ежедневно только в одну сторону нужно преодолеть 170 ступеней. Кормят завтраками. Вот в октябре месяце сказали, что заедут, будут делать. Уже середина ноября и до сих пор ничего нет. Облокочусь, маленечко постою, минут пять и дальше пошла. Советская машина не выдержала свидания с местным Ростехнадзором. После того, как в Москве несколько человек погибло в шахте лифта. В регионах напряглись, подозрительные лифты остановили. Новые пообещали. В июле мы проведём торги уже на строительно-монтажные работы. Оборудование заказывают под конкретный многоквартирный дом. Подзанимает это около 60-90 дней. Но прошло 150 дней, а разговоры те же. Буквально сейчас только определяешься процедурой соблюжения. И выбрали подрядчика на СМР. Этому лифту 32 года, и он ровесник этого дома. Правда, срок эксплуатации у него гораздо моложе – 25 лет. Но почему-то только в прошлом году вдруг стало известно, что лифт к эксплуатации больше не пригоден. Конкурс на его замену выиграла омская компания. Свои услуги оценила в 1 миллион 600 тысяч рублей. По договору должна уложиться в 100 дней. А это как минимум до февраля принудительных нагрузок. Фух, задохнула. Девятый месяц пошёл. Они сразу не могли как отключить и сразу заняться этой работой своей. У нас даже педиатра вызвать. Педиатра. У нас женщина в возрасте подняться на восьмой этаж, и вообще тяжело. Мы просто сами идём в клинику. Мы постараемся повлиять на сроки запуска лифта. Направим свои запросы в соответствующие органы. Ну а если у вас есть прямо сейчас проблемы, нерешаемые самостоятельно, звоните по телефону на экране. Давайте решать проблемы вместе с дежурным по городу. Енина Немаева, Батархалматов, телекомпания «Оригус». Верховный суд отказал администрации города. Чиновники требовали изменить закон об образовании. Проще говоря, в мэрии хотели полностью отказаться от финансирования школьных обедов, а ещё сократить число тех, кому они положены. Так насколько же велики затраты городского бюджета и что получают дети в школьной столовой на эти деньги? Евгения Геранина разбиралась. Горячее питание в Лануде получают 50 тысяч школьников. Из них каждый четвёртый ест бесплатно, потому что нуждается в помощи. До 10 октября сумма на питание детей составляла 25 рублей. С 10 октября эта сумма была увеличена до 32 рублей. Но при желании родители добавляют 18 рублей, и дети питаются на 50 рублей вместе со всеми одинаково. Понятно, что добавить могут не все, но за единообразие и в комбинате школьного питания. Здесь готовят иду для 20 городских школ, в которых нет своих пищеблоков. Готовят по трём меню. Стандартный платный обед 50 рублей и два варианта бесплатного на 32 и 42 рубля. Школы к концу года сэкономили деньги и временно могут позволить себе больше. Меню, значит, оставляется на основании санитарных правил. То есть оно должно быть разнообразное, рациональное, не должно повторяться в течение пяти дней по основным блюдам. Конечно, это сложно. Это сложно. Потому что хотелось бы, хотелось бы, чтобы суммы были одинаковые, чтобы они были для всех школ одинаковые. Потому что и нам проще, во-первых, из поставки продуктов, проще и с контролем проще. Если здесь 20 школ, и во всех 20 школ будет разное меню, для нас это вообще очень будет сложно. Вот обед, который покупают родители. Сегодня здесь жаркое по-домашнему почти 200 граммов, напиток из сока, кусочек хлеба. Так называемый бесплатный обед на 32 рубля состоит из отварного риса, рыбной котлеты, чая и хлеба. Иногда обеды могут быть одинаковы по составу, но в этом случае бесплатный будет меньше платного. Одинаково только одно – контроль качества. Отбираем суточные пробы из кулинарного цеха. Полностью что готовится по меню, мы храним двое суток. Хоть это и похоже на обед, в документах питание называется горячим завтраком. Но даже в таком виде полноценным по факту оно является только для дошколят. Смотрите, за завтраком мы должны получать 20% суточной потребности калорий. Если разобьем по возрастам, получим цифры от 400 килокалорий для дошколят до 600 килокалорий для мальчиков из 11 класса. Школьные обеды, напомню, по возрастам не разделяются. То есть мы видим, что калорийность данных завтраков не совсем соответствует норме. Ежедневно в рацион современного школьника должны входить продукты – молоко, мясо, хлебобулочные изделия, овощи, фрукты. Два-три раза в неделю должен употреблять рыбу, сметану, творог, яйца. Если школьник недополучает эти продукты, он будет отставать в умственном и физическом развитии, соответственно, будет не успевать в школе. Разумеется, в комбинате об этом знают. Более того, меню пытаются сделать балансированным и тоже высчитывают калории. Главная проблема при каждых расчетах – цена. В этом году на питание детей город и республика должны были скинуться поровну – по 30 миллионов рублей. Но город смог найти лишь 16, грубо говоря, 25% от всей суммы. Переведем в обед и получается. Должны были купить ребенку рыбную котлету, ну почти хватило бы, а купили только 100 граммов отварного риса. Но даже за эти 100 граммов риса город сегодня пытался судиться и переложить обязанность покормления детей в школах на плечи республики. Верховный суд мэрии отказал, но у чиновников еще есть время на обжалование. Евгения Геранина, Борис Геленов, телекомпания «Ариус». Один из основных продуктов питания, и не только детского, это молоко. Бурятия обеспечивает себя им только на 10%. Перерабатывается 18 тысяч тонн при потребности в 10 раз больше. Приходится завозить из других регионов. Вопрос, почему республика не может снабдить себя этим полезным напитком? Потекут ли в Бурятии молочные реки? Возможно ли восполнить дефицит молока собственными силами? Выяснял Сергей Соголов. Этих красавиц завезли недавно из Иркутского племзавода. 50 буренок высокопродуктивной породы. Уже следующей весной каждый из них будет давать до 5 тонн молока в год. Семейную молочно-товарную ферму открыли при поддержке государства. Общий бюджет проекта 11,5 миллионов рублей. 7 из них – грант. По прогнозам, затраты оправдаются через 8 лет. В Бурятии 165 начинающих фермеров лишь 16 семейных хозяйств занимаются молочным направлением. Причина низкого интереса – длительность и высокая затратность. Корову нужно выращивать 3 года. Это затраты на корм. Его также нужно вырастить и заготовить. То есть это горючая и заработная плата. Есть и другой путь – купить взрослое животное. Сегодня одна буренка в живом весе стоит более 20 тысяч рублей. В себе стоимость одного литра молока составляет 15 рублей. В районах же литр у сельчан готовы принимать за те же 15 рублей. К тому же крупнейший заказчик и переработчик рассчитывается не в срок. Только фермерам и волги он задолжал около полутора миллионов рублей. Еще один фактор – транспортные расходы. Небольшим хозяйствам невыгодно ежедневно возить по несколько литров. Поэтому решили поддерживать кооперативы. Мы понимаем, что индивидуальные предприятия, они не смогут каждый иметь свою перерабатывающую мощность. Но им сложнее молоко это сдавать. Потому что бетон молока не повезешь в город на сдачу, этого сегодня дорого будет. Поэтому все-таки должны быть кооперативы, которые либо собирают и увозят молоко, либо собирают и перерабатывают это молоко у себя. В Бурятии есть необходимые перерабатывающие мощности, но нет сырья. На сегодня республика перерабатывает 18 тысяч тонн, при потребности в 10 раз больше. Для стимуляции производства молока муниципалитеты призывают прописывать жесткие условия для поставки сырья в социальные учреждения. Мы уже можем, имеем право, по крайней мере, конкурсы объявить. И здесь уже сделать такие грани, что другие не смогут зайти. Например, километраж и поставка. Поэтому я думаю, что здесь в первоначальном этапе я хочу поддержать бюджет. Эту лазейку в законе, возможно, оспорят в Уфас. В любом случае, парламентарии страны планируют с нового года увеличить компенсацию затрат на организацию молочных ферм с 20% до 35%. А компенсации на приобретение скота уже достигают 90%. Сергей Соголов, Вячеслав Цибиков, телекомпания «Оригус». Восточный экспресс двигается дальше. Смотрите в заключительной части выпуска. Чемпионы мира на льду Улан-Удэ на открытии катка известной косметической фирмы побывал Алексей Туровов. Съездить до Иркутска или сходить в ресторан? Что можно было сделать на 5 рублей в разные годы, спросила Байрмара Наева. Но сейчас о том, как школьник из Бурятии сыграл для нового президента Америки, как заклинившая челюсть Улан-Удэнку Дамаск выдавила и супер-луна. Такой вы ее еще не видели. Об этом прямо сейчас в рубрике «Новости сети». Хеллоу! Меня зовут Святогор Буянин. Мне 7 лет. Нам не слабо. Юный Улан-Удэннис записал видеообращение к президенту. Нет, не России, Америки. Ребенок лично поздравил новоизбранного лидера и пригласил Дональда Трампа в гости. Хотя признался, сам не прочь поехать в Соединенные Штаты. Но тут, видимо, родители подсказали, что это ой как дорого. А потом, как говорится, уж лучше вы к нам. Закрепил установленные дипломатические отношения. Святогор по-русски. На балалайке сыграл Трампу Калинку. Видел ли президент Америки? Неизвестно. Но почти 2000 пользователей глобальные видео уже посмотрели. Раньше Деду Морозу писали письма. А теперь вон чё. Вся надежда на импортного президента. Тоже что ли написать господину Дональду о том, как мы в России живем? А живем весело, улыбаемся во весь род. В прямом смысле, почти как героиня этого ролика. Дело, значит, было на свадьбе у Маши. Не нарушая традиции, предложили новобрачным каравай. Тот самый, по которому обычно выясняют, кто же в доме хозяином будет. Невеста род на каравай разинула, а вот сомкнуть уже не смогла. Как и внятно объяснить гостям, что челюсть у неё заклинила. Умная женщина уступит мужу, у глупой челюсть заклинила. Бедная, ей же вправить челюсть надо. Девочка с юмором даже в такой ситуации смеялась. Жениху повезло, оператору тоже. Теперь открывают рты те, кто громче всего смеялся. Ведь челюсть-то невесту до Москвы довела. Уже совсем скоро героиня ролика засветится в передаче на федеральном канале. И не такое видели, скажут те, кто смотрел сегодня на Луну. И окажутся совершенно правы. Такой большой она ещё не была, но по крайней мере последних 68 лет. И вот спустник Земли вновь подошёл на самое близкое расстояние. Те, кто не успел запечатлеть момент, могут сильно не расстраиваться. Ролики уже набирают популярность в сети интернет. В реальности же уникальное явление повторится через каких-то 18 лет. В 2034-м Луна вновь станет супер. Сеть также пестрит фотографиями Марии Петровой и Алексея Тихонова. Чемпионы мира по фигурному катанию приехали в столицу Бурятии на открытие нового катка. Он появился благодаря усилиям хоккейного клуба «Маритон», известной косметической компании и поддержке улан-уденцев. Лёд опробовал Алексей Туровов. Обычный уландынский двор в этом году стал первым в России, где на лёд вышли настоящие чемпионы мира. Алексей Тихонов и Мария Петрова после отправятся поздравлять жителей Уфы и Нижнего Тагила. Там также открываются современные катки. Настроение, солнце, в общем, всё прекрасно. Главное, что люди очень хорошие. Да, прекрасное настроение, замечательное просто благодаря тем людям, которые здесь находятся, вокруг катка, стоят по бортикам, переживают, болеют, поддерживают. Благодаря тем людям, которые выглядывают со своих балконов, из окон смотрят и тоже нам. О, да молодцы, туда-сюда. Виновники этого праздника – хоккеисты местного клуба «Маритон». Они приняли участие во всероссийском конкурсе от фирмы «Невея» «Голосуй за свой каток» и победили. Улан-Дэ в результате оставил позади себя 181 город. Миссия «Голосуй за свой каток» Если театр начинается с вешалки, то любой каток с раздевалки. Местная управляющая компания выделила спортсменам помещение. А вот оборудовать её собственными силами не удалось. И тут помогли меценаты. Для хоккейной команды «Маритон» в подвале обустроили тёплую раздевалку и тренерскую. Компания «Славия Тех», «Мега Техника» направила полмиллиона на то, чтобы оборудовать это подвальное помещение. Откровенно говоря, было никаким оно. Сейчас условия в целом и в основном созданы. Первый шаг очень уворошен. Будем помогать. Свою помощь оказал депутат городского совета Александр Барданов. У спортивного объекта теперь появилось своё название – «Маритон-арена». Для занятий хоккеем на катке уже набраны 4 группы детей от 6 до 17 лет. Спасибо всему городу, что голосовали. А планы у нас какие? Планы развиваться дальше, развивать детский хоккей. «Маритон вперёд!» Отметим, что этот каток построен на месте старой коробки. Косметическая компания потратила на эти цели более 3 миллионов рублей. Отныне объект сможет ежедневно принимать более сотни любителей хоккея и фигурного катания. Алексей Турубов, Валерий Чедопов, телекомпания «Оригус». Очередной неофициальный праздник – день собирания монеток. Мы не стали разбивать копилки, а решили поинтересоваться, помните ли вы, сколько стоил проезд на трамвае 30 лет назад, булка хлеба 20 лет или жевательная резинка 10 лет. Память горожан проверила Баирма Роднаева. Побольше выбираю. Ну, это рубль, наверное. Ну, я могла купить раньше 100 грамм. Помню, такие конфетки были. Какао кругленькие. Сколько, думаете, это рублей? Два рубля, что ли? Два рубля? Пять. На пять рублей в Иркутск на поездке можно было доехать. Угадывайте. Пять рублей. Смотрим. Угадали. На пять рублей, значит, в ресторан сходить. Десять копеек. Давайте смотрим. Пятьдесят, так и думала. Прайс в электричке стоил сорок копеек. Пятачок. Пять рублей. Угадали. Килограмм колбасы. Пять копеек. Давай проверяем. О, молодец. Я все проблю. Ну, так, такие цены. О, всякие ключи не было. И на этом у меня все. Служба информации телекомпания «Арегус» благодарит вас за внимание и уже работает над следующим выпуском новостей. Впереди рубрика «Сфера интересов». Я передаю слово Екатерине Шумал и прощаюсь. Удачной рабочей недели. БРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова